Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Становитесь спонсорами на ютубе кнопкой и ссылкой под видео. Недавно представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила президента Молдовы Майю Санду во лжи, в ответ на что МИД страны вызвал российского посла, чтобы выразить протест. Об этом сообщает Ньюзмейкер. Отметим, что Захарова, комментируя новый кодекс о выборах в Молдове, заявила, что он приведет к ограничению прав русскоязычного населения Молдовы. Также представитель российского МИДа обвинила Санду во лжи. Осенью 2020 года, напомню, когда кандидат в президенты Санду, гражданка Румынии, сказала, что приложит все усилия, чтобы, как она сказала, использование русского языка было на уровне, она призвала не верить тому, что говорят, будто после его избрания будут ограничиваться права русскоговорящего населения. Так что же она, оказывается, лгала тогда, сказала Захарова. В ответ министр иностранных дел Нику Папеску вызвал посла РФ в Молдове Олега Васнецова, чтобы выразить протест. Глава прислужбы МИДИИ Даниэл Ваде заявил, что агрессивная риторика в последних заявлениях Захаровой недопустима. Посла России вызвали в МИД, где ему вручили ноту протеста за эти прямые оскорбления в адрес президента Молдовы, сказал Ваде. В последнее время с началом полномасштабной агрессии России на территории Украины подобные инциденты все чаще происходят в соседних странах. И Молдова не исключение. Кроме громких и лживых заявлений в сторону молдавских политиков Россия позволяет себе бросать на территорию страны и, в частности, свои ракеты. Таким образом, посредством экономического, политического и прямого военного шантажа Россия пытается заставить Молдову сойти с избранного европейского пути развития. Как известно, 5 декабря в командовании воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщили о вылете стратегических бомбардировщиков российских оккупантов. Враг совершил несколько волна так, чтобы сосредоточить ракеты по территории Украины. Позже НЭК Укрэнерго сообщила о попадании ракет российских войск в объекты энергоинфраструктуры. Однако россияне поразили не только цели на территории Украины. Пострадала и соседняя Молдова. Неподалеку от города Бричаны в саду была обнаружена ракета. Взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции, который в связи с российскими бомбардировками усилил внимание. Согласно планам действий МВД, пограничная полиция усилила патрулирование и повысила уровень внимания в районе полицейских участков, говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Молдовы. Район, где была обнаружена ракета, оцепила полиции пограничники. На место выехали специализированные службы МВД, взрывотехнической службы и генеральные инспекции по чрезвычайным ситуациям. Местное издание Молдова-Либерта сообщило, что упала ракета типа С-300. Однако мониторинговая группа Монитор говорит, что это разгонный блок ПВО С-300. И молдавские следователи заявили, что хоть ракета упала, но она не взрывоопасна. До этого, а именно 31 октября, сбитая украинскими ПВО российская ракета уже приземлялась в населенном пункте Наславча, на севере страны, отделенном от Венецкой области Украины, только по реке Днестр. Тогда были повреждены жилые дома. Политолог Николай Давидюк напомнил, что это уже третья ракета, упавшая за пределами Украины за время войны. Одна была по Польше, вторая по Молдове, третья по Хорватии, когда хорваты начали помогать Украине тайно снабжать оружие. Россияне вышли на связи, сказали, извините, простите, это случайно, не специально, немножко не так скопировали координаты, и она влетела вплоть в Хорватию случайно. Но это был намек Хорватии, потому что Хорватия – это друг западного альянса, часть западного мира, страна, которая защищала НАТО еще в 90-е и в 2000-е. Как, простите, третий раз и опять случайно, подчеркнул он. По мнению Давидюка Молдова, не обладающая сильной армией и имеющая проблемное Приднестровье, боится идти на обострение с Россией, поэтому и умалчивает подобные инциденты. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. Спасибо.